андрей андреевич я решила пройти курс навокаина вы говорили 15 миллиграмм нужно колоть 13 дней да еще каждый день болит голова это может быть связано с этими уколами когда человек колет навокаин он должен понимать что у него начинает увеличиваться артериальное давление раз также увеличиваться метаболизм вот посмотрите на детей когда маленький ребенок он вскочил и бегает у него много вот сил он не может никак успокоиться когда мы взрослеем то мы становимся спокойными сидим на стульчике и нам уже лишний раз стать куда-либо не хочется то есть мы живем по принципу сберегания энергии а жизнь а а дети живут по принципу выброса энергии таким образом мы свой а т.ф. храним они свой а т.ф. расщепляют постоянно поэтому мы разные у ребенка сердце бьется быстрее метаболизм происходит быстрее расщепляется и до быстрее вы колите навокаин когда вы колите навокаин то весь организм меняется в сторону молодого человека что нам не свойственно и это все приводит к увеличению метаболизма к увеличению дыхательного цикла к увеличению объема цикла крепса или вернее метаболизма увеличили метаболизма кальция и увеличение метаболизма там щитовидное и пара щитовидное железы поджелудочной даже надпочников даже там кортизола и гидра кортизона и там всего остального там прогестерона с радиола тестостерона и так далее и это все вы должны это все ощутить то есть у вас должно быть даже такое ощущение как беспокойство сердцебиение это правильно это нужно понимать что это движение в обратную сторону если голова болит обязательно измеряйте артериальное давление для того чтобы определить не повышается ли у вас артериальное давление очень часто я замечаю у людей которые всю жизнь считали что у них анемия низкое артериальное давление начинаю замечать гипертоническое заболевание сердца и обычно вот когда я принимал людей в свое время в киевском офисе у себя ко мне приезжали женщины которые стабильно жаловались на головокружение головную боль пили по 2 по 2 ведра кофе и их всегда шокировали мои слова когда говорил вы болеете артериальной гипертензией то есть по-другому у вас высоко артериальное давление и человек говорит нет что вы андрей андреевич я всю жизнь борюсь с тем чтобы она у меня хоть немного поднялась я говорил а давайте измерим ну и после того когда измеряли женщина думала что у него будет 80 на 60 как в юности а у нее было там 156 допустим на 130 это говорило о том что это очень высокие показатели какие же правильные показатели артериального давления всегда это говорю и хотелось бы несколько слов сказать еще об этом максимально правильное артериальное давление это 120-е на 80 и когда врач говорит какое ваше рабочее давление 130 140 это нормально не верьте нормальное давление в ходе которого сердце стабильно работает и стабильно хорошо в ходе которого сердце не разрушается это давление 120 и 80 и в случае если вы принимаете какие-либо препараты они снижают вам со 160 ежедневно до 130 знаете вы должны подобрать курс дополнительных препаратов которые еще больше снизят вам давление так чтобы оно было 120 на